Здравствуйте, ребята! Как вы помните, на прошлом уроке мы с вами проходили темы, которые были пройдены в первом полугодии. А сегодня мы будем закреплять пройденные темы во втором полугодии. Поэтому приготовили ручки и тетрадки. Продолжаем, ребята. Читаем. Составьте и запишите формулы. Смотрим, ребята. Оксид серы 4. Давайте составим формулу. Записываем, ребята. Следовательно, это СО2. Почему? Потому что серы 4-х валентны, а кислород 2-х валентны. Серый элемент с переменной валентностью, следовательно, указали в скобках. Ну и далее, я надеюсь, вы вспомнили, как надо составлять формулу по валентностям. Находим общее наименьшее делимое кратное, которое делилось бы на валентность серы и кислорода. Следовательно, вычислив, мы получаем формулу СО2. Дальше записываем. Оксид алюминия. Вспоминаем валентность алюминия. Верно, ребята. 3. Следовательно, здесь формула будет алюминий 2О3. Также по валентностям. Дальше смотрим. Оксид азота 5. Следовательно, азот у нас в данном случае получается 5-ти валентным. Но здесь давайте с вами возьмем на заметку. Ребята, азот имеет валентность 3-4, а валентность 5, а точнее от 1 до 5, он может проявлять только лишь с одним элементом, и это с кислородом. Поэтому формула для данного соединения будет по валентности выглядеть так. Н2О5. Дальше. Оксид калия. Но здесь, я думаю, вы уже все с легкостью догадались, потому что эти два элемента являются элементами с постоянной валентностью. Следовательно, валентность калия 1, и мы формулу получаем калий 2О. Хорошо, ребята. Я надеюсь, все эти формулы вы записали, и мы можем продолжить. Составьте уравнение реакции, определите тип каждой реакции. Смотрим, ребята. Это есть цепочка химического превращения реакций. Смотрим. Из кислорода получают воду. Из воды водород, из водорода кальций H2. Записываем последовательность данных реакций. О2. Первое. Если мы прибавим водород, то получаем воду H2О. В обязательном порядке надо уравнять. Двоечку ставим перед водой, и двойку ставим перед водородом. Дальше смотрим цепочку превращений. Из воды получают водород. Следовательно, второе. H2О. Здесь я что могу сделать? Верно, ребята. Воду разлагаем. И получается H2О плюс О2О. Также уравниваем. Двоечку ставим перед водородом и перед водой. Дальше у нас мы из водорода получаем кальций H2, то есть гидрид кальция. Записываем третье уравнение. H2О плюс кальций. И получается кальций H2. Ребята, данная формула, она построена по валентности. Хорошо, уравниваем. Но, как вы видите, реакция сама уже уравнена. Следовательно, первый тип реакции, это есть тип реакции соединения. Второй тип реакции, это есть тип реакции разложения. А третий также является типом реакции соединения. И, как вы вспомнили, наверное, это есть реакция, которую мы проходили при изучении темы, как кислород и водород. Я надеюсь, данные реакции вы записали. Мы можем продолжить. Определите количество водорода, вступившего в реакцию с азотом. Если в результате реакции образовался аммиак NH3 количеством 9 моль. Ребята, вспоминаем, для решения данных задач мы в обязательном порядке должны с вами составить верно уравнение данной реакции. Водород вступает в реакцию с азотом. Записываем, ребята, H2 плюс N2, получается аммиак NH3. Далее, после того, как мы записали уравнение, в обязательном порядке надо его уравнять. Уравниваем. Следовательно, двоечку должны поставить перед аммиаком и троечку перед водородом. Хорошо. Далее смотрим в условия. Что мы получили? Аммиак количеством 9 моль. Записываем над аммиаком. 9 моль. Хорошо. Что должно найти? Количество водорода. Следовательно, над водородом Х моль. Хорошо. Ребята, под молями вспоминаем, что мы писали. Верно. Указывали также моли. А коэффициент – это и есть те числа, которые указывают на моли. Следовательно, под водородом мы записываем 3 моль. А под аммиаком мы записываем 2 моль. Составляя пропорцию, мы с вами можем вычислить Х. Х равно 3 умножаем на 9 и делим на 2. Умножаем на 9, делим на 2. И это мы с вами получаем 13,5 моль. Ребята, я надеюсь, решение таких задач вы вспомнили, и мы можем с вами продолжить. Продолжаем. Следующее задание. В каком случае речь идет о кислороде как химическом элементе? Вспоминаем, ребята, тему кислород. Там мы с вами рассматривали кислород отдельно, как химический элемент и как простое вещество. А теперь обратили внимание. А. Необходим для дыхания многим организмам. Следовательно, здесь речь идет о чем? Верно, о веществе. Хорошо. Входит в состав атмосферы Земли. Атмосфера Земли я вам давала состав воздуха. Там, значит, речь также идет о простом веществе. Входит в состав многих химических веществ. Но вот здесь уже кислород и есть как химический элемент. Газ без цвета и запаха. Здесь речь идет о веществе. Следовательно, какой пункт мы с вами выбираем? Да, ребята, это В. Хорошо. Продолжаем. Вычислите в процентах выход продукта, если при сжигании 8 грамм серы в кислороде О2 образуется 12 грамм СО2. Обратили внимание, что также даны их малярные массы. Для СО2 64, а для серы 32. Следовательно, выше мы уже подобную задачу решали. Давайте здесь заново вспомним. Для решения таких типов задач мы вначале должны построить химическое уравнение. Значит, сера горит в кислороде. Записываем. С плюс О2. Получается СО2. После того, как мы записали уравнение, что должно сделать? Верно. Уравнять. Как мы видим, реакция сама уравнена. А теперь смотрим в условия задачи. Вычистив в процентах выход продукта, если при сжигании 8 грамм серы, значит серы дали сколько? 8 грамм. Записываем сверху. В кислороде образуется 12 грамм СО2. Следовательно, я теоретически должна проверить, действительно ли образуется 12 грамм СО2. Ставим х граммов. Хорошо. Далее, ребята, под граммами, как вы видите, указываем их малярные массы. Под серой это 32. А под СО2 это у нас 64. Построив пропорцию, мы можем с вами найти, чему равно х. Х равно 8 умножаем на 64. Делим на 32. И это у нас 16 граммов. Значит, если бы на практике все шло верно, то в итоге мы должны были получить не 12 граммов СО2, а 16 граммов СО2. Значит, вычисляем практический выход. 16 граммов, которые мы вычислили теоретически, будем принимать за 100%. А 12 граммов – это у нас х процентов. Следовательно, х здесь будет равно 75%. Хорошо, ребята, вот мы и вычислили практический выход СО2. Продолжаем. Следующее задание. Насыщенные растворы каких веществ являются разбавленными, а каких – концентрированными растворами? Смотрим. Поваренная соль, натрий, хлор. Вспоминаем, ребята. Это вещество, которое очень хорошо растворяется в воде. Здесь также давайте вспомним. Концентрированными являются те растворы растворенного вещества, где много. А разбавленными являются те растворы растворенного вещества, где мало. Следовательно, если натрий, хлор – хорошо растворимое вещество, значит, раствор, который он будет образовывать, будет являться концентрированным. Также смотрим барий СО4 – вещество, которое плохо растворяется. Следовательно, образуемый им раствор будет разбавленный. Сахар – вещество, которое очень хорошо также растворяется. Следовательно, будет относиться к концентрированным растворам. Дальше гидроксид натрия. Также прекрасно растворяется в воде. Также будет относиться к концентрированным растворам. И известняк кальций СО3 – вещество, которое плохо растворяется в воде, следовательно, будет относиться к разбавленным растворам. Надеюсь, здесь вы эти понятия также вспомнили. Продолжим, ребята. Растворимость. Каких веществ является эндотермическим, а каких – экзотермическим процессом? Здесь также давайте с вами вспомним. Растворение солей является эндотермическим процессом. А растворение щелочей и газообразных веществ является экзотермическим процессом. Следовательно, смотрим. Натрий ОГАШ – это у нас, верно, щелочь. Значит, какой процесс? Верно, ребята, экзотермический процесс. Аж хлор и аж бром являются газообразными веществами. Также будут относиться к экзотермическим процессам. А солями здесь являются натрий 2СО4 и кальций хлор 2. Вот здесь процесс будет эндотермическим. Ну вот, ребята, я надеюсь, все задания вы вспомнили, записали в тетрадочках. И попрошу закрепить все пройденное во втором полугодии. Дорогие ребята, вот мы и подошли к концу учебного года. Вы периодически повторяли пройденный курс химии в 7 классе. Желаю вам всем удачи, полезных летних каникул и до встречи в новом учебном году. Оставайтесь здоровыми! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы приступаем с вами к изучению последнего класса типа хордовой. Это, ребята, класс млекопитающий. Это достаточно крупный класс, который насчитывает 5,5 тысяч видов. Они разнообразные, представители данного класса, потому что они освоили практически все среды. И наземную, и воздушную, и водную, и даже живут под землей. Но и самое главное, человек является представителем класса млекопитающий. Кто же такие млекопитающие? Какими особенностями строения они обладают? Но прежде всего, ребята, млекопитающие – это животные, которые имеют млечные железы и выкармливают своих детенышей молоком. Характерной анатомической особенностью является то, что у всех млекопитающих имеется 7 шейных позвонков. Ребята, если я спрошу у вас, как вы думаете, у кого больше позвонков шеи? У жирафа или у вас? Я думаю, что многие из вас скажут, ну, конечно, у жирафа, потому что шея длиннее. Нет, ребята, жираф – это тоже млекопитающие. А я сказала, что количество шейных позвонков – это 7. Меняется не количество, меняется размер. Следующий признак – то, что тело млекопитающих покрыто шерстью. Здесь мы имеем право говорить слово «волос». Также зубы дифференцированы. Я не сказала, что у них есть зубы, потому что мы знаем, зубы, например, были у рыб, у акулы, зубы есть у рептилий, например, у крокодила. Самое главное, услышьте меня, зубы дифференцированы. Что это значит? Значит, они отличаются. Отличаются по форме, отличаются по выполняемым функциям. Следующей отличительной чертой млекопитающих является наличие диафрагмы. Что такое диафрагма? Диафрагма – это мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной. Следующей отличительной чертой является наличие ушной раковины, как элемента наружного уха. И будьте опять внимательны. Я не сказала, что у млекопитающих впервые появляется наружнее ухо, потому что на том уроке мы говорили о том, что наружнее ухо в виде наружного слухового прохода впервые появляется у птиц. А здесь, я сказала, появляется ушная раковина. Правда, есть млекопитающие, у которых ушной раковины нет, например, её нет у кита. Для них характерно наличие левой дуги аорты. Мы помним, что у птиц была правая дуга аорты. Для них характерно живорождение и внутриутробное развитие. Ну и, конечно, высокоразвитая нервная система, потому что здесь не просто кора. Кора появилась ещё у рептилий. Здесь есть борозды и извилины. Давайте рассмотрим особенность настроения млекопитающих на примере собаки. Тело собаки состоит из головы, шеи, туловища, хвоста и конечностей. На голове имеются глаза. Глаза – это орган зрения. И вот здесь обратите внимание, что каждый глаз имеет по два века. То есть здесь нет третьего века, оно рудиментарно. То есть орган, который утратил своё значение, мы его называем рудиментарным органом. Вот третье века и у вас, ребята, оно тоже рудиментарное. Вот здесь мы видим остаток его. Здесь имеется нос, как орган обоняния и дыхания. Во рту имеются язык, зубы. Здесь имеются вкусовые рецепторы. Ухо, я уже сказала, имеется наружнее ухо, и здесь имеется ушная раковина. Шея, она достаточно длинная и обеспечивает повороты головы в сторону. А теперь обратите внимание, как расположены конечности относительно туловища. Ребята, они находятся под туловищем, а не по бокам, как у присмыкающих. А значит, тело их приподнимается над землёй. Тело покрыто шерстью, и здесь имеется большое количество желёз. Помните, у птиц я говорила, что там нет желёз, там единственная железа – это копчиковая железа. А здесь, напротив, очень много разных желёз. Это и потовые, это и сальные, и пахучие железы, которые дают возможность метить свою территорию. Скелет – это скелет головы, скелет туловища и скелет конечностей. Скелет головы – это череп. В скелете туловище выделяет позвоночный столб из пяти отделов. И я уже сказала, что здесь семь шейных позвонков. Это грудная клетка, то есть здесь есть рёбра, соединённые с грудиной. Ну и конечности. Пояс передних конечностей, ребята, у млекопитающих представлен парными ключицами и лопатками. Вот вороньих костей здесь уже нет. Но если мы говорим сегодня конкретно о собаке, то пояс передних конечностей – это всего лишь две парные лопатки. А дальше скелет свободной конечности – это плечевая кость, лучевая, локтевая и кости кисти. Пояс задних конечностей – это две тазовые косточки. Пояс свободной задней конечности – это бедренная кость, малая и большая берцовые кости и кости стопы с пальцами. Пищеварительная система начинается в ротовой полости. И как вы помните, я уже говорила о том, что там внутри в ротовой полости не просто зубы, они дифференцированы. Они выглядят по-разному, они выполняют разную функцию. Дальше пища из ротовой полости поступает в глотку, пищевод, желудок, тонкую кишку, толстую кишку. И переваренная осадка пищи удаляется через анальное отверстие. Почему я делаю акцент? Потому что что у земноводных, что у рептилий, что у птиц непереваренные остатки пищи удалялись в клоаку. Дыхательная система. Дыхательная система начинается носовыми отверстиями, воздух поступает в носовую полость, дальше проходит через трахею, бронхи, и воздух поступает в легкие. Легкие, ребята, здесь особенные. Посмотрите, мы говорим про такие легкие – альвеолярные. То есть посмотрите, что такое альвеолы. Это пузырьки. Это тоненькие пузырьки из одного слоя эпителия, которым плотно-плотно подходят капилляры. И здесь эритроциты приносят углекислый газ, отдают в полость альвеолы и забирают кислород. Именно здесь кровь извенозной превращается в артериальную. Запомните, пожалуйста, это альвеолярные легкие. Кровеносная система, если сравнивать с птицами, то она изменилась ненамного. Здесь отличие в том, что у млекопитающих левая дуга аорты. Я напомню, у птиц была правая дуга аорты. Но если в целом говорить о кровеносной системе, то она замкнутого типа, два круга кровообращения, большой и малолегочный, и сердце четырехкамерное, два предсердия, два желудочка. И, как вы видите, смешанной крови здесь нет, а, следовательно, они теплокровные. Нервная система – это центральная нервная система, представленная спинным мозгом и головным мозгом, и периферическая, представленная нервами и окончанием. Я уже говорила о том, что кора имеет борозды и извилины, и поэтому нервная система развита у млекопитающих очень хорошо, и хорошо развиты органы чувств. Но тут, конечно, нужно говорить о каком-то конкретном животном. Например, если это собака, то у нее очень хорошо развито обоняние, и вы прекрасно знаете. Обоняние хорошо развито у животных, которые живут под землей. Слепыш, крот. Но зато у слепыша и крота, например, редуцировано зрение, или они плохо видят. А у водных млекопитающих, например, обоняние развито очень плохо. Выделительная система представлена парными почками бобовидной формы. Здесь очищается кровь, образуется моча, и по мочеточникам она направляется в мочевой пузырь, и оттуда через мочеиспускательный канал удаляется наружу. Половая система. Млекопитающие раздельно полы, есть самцы, есть самки. У самцов имеются парные семенники, парные семя-проводы. У самок имеются парные яичники, парные яйцеводы. Ну а теперь внимание. Яйцеводы открываются в очень важный орган, который называется матка. Дело в том, что развитие у большинства млекопитающих происходит внутри тела мамы. Внутри этого специального органа, полумышечный орган, который называется матка. И вот такое развитие мы называем внутриутробное. Именно там внутри развивается зародыш. Обратите внимание, здесь образуется плацента, это выросты оболочки зародыша. Зачем она нужна? Именно через плаценту плод сообщается с телом мамы. Мама передает питательные вещества, мама передает кислород, забирает продукты обмена веществ и углекислый газ. Вот таких млекопитающих мы называем, ребята, плацентарные. Плацентарные – это большая часть всех млекопитающих, большинство отрядов. Но помимо них есть сумчатые и яйцекладущие. Кто такие сумчатые млекопитающие? Например, кенгуру, опосум, коала. Они рождают недоразвитых детенышей, и они должны дозреть. Но дозреть они должны в сумке. И вот посмотрите, кенгуру – достаточно крупное животное. А рождает детеныша буквально 2-3 сантиметра. И теперь этот детеныш должен обязательно сам перебраться в сумку. Мама никогда не помогает своему детенышу. Он должен справиться с первым заданием в жизни сам. Если он не справится, он упадет и погибнет. Ну, это называется естественный отбор. И если плод крепкий, он сам доберется до сумки, он отыщет здесь млечный сосок, прикрепится, и дальше будет выкармливаться молоком, и дальше будет расти. Ну и последняя очень интересная группа – это яйцекладущие. Млекопитающие сюда относятся ехидна и утконос. Несмотря на то, что это млекопитающие, они так же, как и птицы, так же, как и рептилии, способны откладывать яйца. Вы знаете, когда в Европу впервые привезли чучело утконоса, никто не поверил, что это правда. Все решили, что какому-то млекопитающему пришили клюв и их разыграли. На самом деле нет, это правда. Это действительно млекопитающее, у которого действительно есть клюв, напоминающий утиной. Они действительно откладывают яйца, они действительно хорошо плавают, но своих детенышей они выкармливают молоком. Это молоко как пот выступает на их тело, и детеныш слизывает. Но раз молоко, значит, они имеют полное право называться млекопитающими. А еще у них действительно есть примитивные признаки, такие как наличие клоаки, вороньих костей. У ехидны имеется даже сумка, в которую она помещает и донашивает свои яйца. И распространены они сегодня только в Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании. Размножение, то есть рождение детенышей, подготовка к зиме, зимняя спячка, миграция – это все сезонные явления в жизни млекопитающих. Как правило, рождение детенышей происходит летом, но если это копытные млекопитающие, то размножение происходит рождение детенышей осенью. Подготовка к зиме, например, смена цвета меха, зимняя спячка. Мы прекрасно знаем, что медведь, некоторые грузуны и летучие мыши рукокрылые зимой спят. И миграция. Миграция – это когда млекопитающие меняют место обитания, связано ли это с размножением, связано ли это с недостатком пищи, но перемещение животных называется миграцией. Ну и экологические группы. Я уже сказала, что млекопитающие насчитывают более пяти с половиной тысяч видов, и они встречаются и на земле, и под землей, и в воде, и даже на деревьях. Например, если это обезьяна, если это млекопитающие живет на дереве, то у нее, посмотрите, очень длинный и цепкий хвост, длинные конечности. Если это млекопитающие живет как слепыший крот под землей, то я уже говорила о том, что тут редуцированы глаза, они слепые. Зато у них хорошо развиты, допустим, передние конечности роющего типа. У них могут отсутствовать ушные раковины, короткий мех. Если это, например, водные млекопитающие, то если это кита-дельфин, то передние конечности вообще могут превратиться в ласты, а задних, как у кита, их просто нет. Нет ушной раковины, нет волосяного покрова. Некоторые водные млекопитающие, такие как дельфин и кит, вообще не выходят на сушу. Не для размножения, не для отдыха. А некоторые, как, например, тюлени, для размножения и для отдыха все-таки выходят на сушу. Ну и, конечно, очень интересная группа – это отряд рукокрылые. Вы прекрасно знаете, что это летучие мыши. Это те млекопитающие, которые научились летать. Да, у них есть вот такая кожная складка, да, у них есть крылья, у них хорошо развит кит. Но самое интересное, что для них характерна эхолокация. Знаете, что это такое, ребята? Если летучие мыши закрыть глаза и выпустить, она полетит. Она полетит и ни разу не ударится ни об один предмет. А вот если летучие мыши закрыть рот или уши, она даже не попытается тронуться с места. Знаете почему? Да потому что глаза не выполняют такую функцию, как эхолокация. Она открывает рот, она выпускает волну, волна доходит до предмета, отражается, и она улавливает. Так даже в темноте, они активны ночью как раз-таки, они очень хорошо ориентируются, как далеко или близко находится предмет. Ну и, конечно, человек. Человек-представитель класса млекопитающих. Да, он обладает абсолютно всеми теми чертами, о которых я сегодня говорила, но и тем не менее он должен обладать какими-то особенными чертами. Это связано с прямохождением. Это прежде всего S-образный изгиб позвоночника. Это сводчатая стопа, это расширенные кости таза, это уплощенная грудная клетка, это подвижная кисть, которая дает возможность совершать трудовые операции. Ну и, конечно, это хорошо развитый мозговой отдел черепа, который преобладает над лицевым. Ну что, ребята, вот еще один учебный год подходит к концу. Я надеюсь, что в этом году вы узнали много нового, интересного, познавательного. Впереди лето. Лето, когда нужно отдыхать, набираться сил. Но помните, что лето – это не только время для отдыха. Это время, когда можно читать, творить, изобретать. Вспомните, о чем мы говорили в этом году. Не только на уроках биологии. Вспомните другие предметы. Например, стэн. Знаете, чем вы можете заняться этим летом? Понаблюдайте за рыбками в аквариуме, понаблюдайте за развитием насекомых. Смастерите кормушку. Используя микробит, смастерите лейку, которая будет ухаживать за вашими растениями в ваше отсутствие. А самое главное – берегите себя, оставайтесь здоровыми. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Ребята, мы сегодня с вами будем повторять весь пройденный раздел. Для этого мы на уроке будем с вами выполнять пять основных заданий. Первое наше задание такое. Определите географические координаты точек, отмеченных на карте. У нас тут даются четыре точки А, В, В, Г. Но до того, как определить географические координаты, сначала давайте вспомним. А что называется географическими координатами? Географические координаты – это географическая широта и географическая долгота. Географическую широту как мы определяли? Мы определяли по экватору, то есть по отношению к экватору. Все линии, параллельно проведенные от экватора, у нас называются географическими широтами. Они определяются от 0 до 90 градусов. А географические долготы мы определяем по отношению к гримвическому или же начальному меридиану. Левее гримвического меридиана у нас расположена западная долгота, правее гримвического меридиана – восточная долгота. Долготы у нас меняются в пределах от 0 до 180 градусов. Значит, сейчас мы должны определить географические координаты точек А, В, В и Г. Точка А расположена на нулевой параллели, то есть на экваторе. Запишем 0 градусов. Дальше. А как мы определяем долготы? Если, вот смотрите, точка А у нас расположена ни на 60-м меридиане, ни на 90-м меридиане, между ними, тогда что мы делаем? Мы к 60 градусам прибавляем 90 градусов и делим пополам. У нас получится 75 градусов. А так как наша точка расположена левее гримвического меридиана, то она будет расположена на западе. То есть 75 градусов западной долготы. Дальше. Точка В. Точка В тоже расположена на экваторе, то есть 0 градусов. Дальше. Как мы определяем долготу? Определяем по меридиану. Точка В у нас расположена на 30-м меридиане, то есть на 30 градусов восточной долготы. А как мы это определили? Опять по начальному меридиану. Правее начального меридиана у нас расположена восточная долгота. То есть точка В будет расположена на 30 градусов восточной долготы. Дальше. Точка В. Точка В, ребята, расположена выше экватора. Те точки, которые расположены выше экватора, мы их относим к северной широте. Расположена опять-таки между 60 и между 30 параллелью, поэтому к 30 градусам прибавляете 60 градусов и делите пополам. Получится 45 градусов. А так как расположена выше экватора, пишите северная широта. А на каком меридиане, то есть на какой долготе расположена точка, мы определяем по меридиану. У нас точка В расположена на 90-м меридиане, то есть 90 градусов восточной долготы. Долготы. Точка Г. Смотрите, точка Г расположена уже ниже экватора, значит на юге расположена. Определяем сначала широту. Широту определяем по параллели. Точка Г расположена на 30 градусов южной широты. А также на 120-м меридиане, то есть на 120 градусов восточная долготы. Опять-таки, почему на восточной долготе расположена? Потому что правее нулевого меридиана расположена наша точка Г. Второе задание. Используя градусную сетку, определите расстояние в километрах между точками А и В. Ребята, сначала давайте вспомним, а что называется градусной сеткой. Градусная сетка – это место пересечения параллелей и меридианов. Сначала давайте опять-таки вспомним с вами координаты точек А и В. Точка А имеет координаты 0 градусов, так как расположена на экваторе, и 75 градусов западной долготы, так как расположена левее гримвического меридиана. Точка В также расположена на нулевой параллели, то есть на экваторе, и на 30 градусов восточной долготы. Так как точка В расположена правее гримвического меридиана. А сейчас нам нужно найти градусную сетку. Мы определили, а сейчас определим с вами расстояние в километрах. Вот если вы обратите внимание, ребята, вы увидите, что и точка А, и точка В расположены на одинаковой параллели. То есть мы с вами будем работать по долготам. Если у нас пункты расположены на разных долготах, что мы тогда делали? Мы их прибавляли. То есть мы к 75 градусам прибавляем 30 градусов. У нас получается 105 градусов. Дальше мы должны определить длину дуги одной параллели. А как мы это определяли? Длина дуги одной параллели на экваторе, ребята, составляет 111,3 километра. То есть вы 105 умножаете на 111,3. У вас получится 11686,5 километров. Вот это ваш ответ. То есть вы определили расстояние в километрах между точками А и В. Сейчас давайте приступим к третьему заданию. Третье задание у нас такое, ребята. Масштаб карты 1 деленное на 250 миллион. Нужно определить расстояние между точками А и В. На прошлом задании, ребята, мы с вами определили расстояние между точками А и В. А и В составляло 11686,5 километров. А сейчас давайте масштаб карты, он у нас дается в численном виде. Мы его должны перевести в именованный масштаб. Чтобы перевести численный масштаб в километры, мы с конца убираем пять нулей. Раз, два, три, четыре, пять. У нас получится в одном сантиметре 2500 километров. А у нас мы не знаем расстояние на карте между точками А и В, сколько составляет. Поэтому это запишем как х сантиметров равен 1686,5 километра. Отсюда х равняется 11686,5. Умножаем на единицу и делим на 2500. У нас приблизительно получится 5 сантиметров. Четвертое задание наше такое. Туристы двигаются по маршруту, указанному на плане. Какой отрезок пути самый сложный? Обоснуйте ответ. Ребята, мы на прошлом уроке с вами проходили съемку местности. И на этой теме обсуждали мы с вами горизонтали. То есть чем ближе горизонтали расположены друг к другу, тем наш склон будет крутым. А чем дальше они расположены друг от друга, тем наш склон будет пологим. А вот крутой склон, тогда путь наш будет сложным. Если склон будет пологим, то путь наш будет простым. Вот смотрите, у нас тут стрелкой обозначен путь, по которому двигаются туристы. Где у нас горизонтали близко расположены, в каком отрезке у нас они близко расположены друг к другу? Правильно, на первом отрезке. Видите, вот на первом отрезке горизонтали более близко расположены друг к другу. То есть тут склон у нас будет крутым. А чем дальше, например, на третьем отрезке, на четвертом, на втором отрезке, у нас горизонтали расположены далеко друг от друга. То есть склоны у нас будут там пологими. То есть какой отрезок пути самый сложный, первый отрезок пути у нас будет самым сложным. Пятое задание наше такое. Определите абсолютную высоту точек А, В и В. Так, абсолютные высоты, ребята, опять-таки мы определяем с помощью разницы между двумя горизонталями. Вот смотрите, у нас тут даются числа. Вот эти числа обозначают, сколько сантиметров составляют горизонтали. Расстояние между горизонталями, несмотря на то, что они далеко друг от друга расположены, то есть расстояние между горизонталями, вне зависимости от того, близко ли расположены они друг к другу, либо далеко расположены друг от друга, они всегда у нас бывают одинаковыми. Вот смотрите, давайте определим абсолютную высоту точки А. Если взять разницу между горизонталями по 3 сантиметра, то у нас, когда мы дойдем до этой точки, у нас получится 190. Давайте проверим. 175, прибавим 3, у нас будет 178. Прибавим еще 3 сантиметра, 181 у нас будет. Прибавим еще 3, 184. Еще 3 прибавим, у нас получится 187. И еще раз 3 сантиметра, если прибавим, у нас получится 190. Значит, точка А имеет абсолютную высоту 187. Дальше, точка В. А вот, ребята, если тут взять разницу между горизонталями по 5 метров, то у нас получится правильный ответ. Смотрите, 125 плюс 5, 130, еще 5, 135, еще 5, 140, 145 и 150. Дальше, 155, и у нас точка В будет составлять 160 метров. Дальше, точка В. У нас тут даются данные горизонтали. 125, если опять-таки по 5 метров взять, то у нас получатся правильные ответы. Смотрите, 125 плюс 5, 130, 135, 140, 145, 150. Дальше, 155, 160, 165. Давайте отметим. 170 и 175, значит, мы выбрали разницу между горизонталями, верно? Так, значит, абсолютная высота точки А составит 187 метров. Абсолютная высота точки В у нас будет 160 метров. А абсолютная высота точки В будет 165 метров. Вот мы так определили с вами абсолютные высоты точек. Ребята, мы знаем, что с каждым днем растет количество зараженных коронавирусом. И чтобы защитить себя от этого вируса, мы должны предпринимать ряд мер. Чаще мойте руки, соблюдайте личную гигиену, одевайте маски, соблюдайте дистанцию с людьми. Если нет необходимости, не выходите на улицу. Не болейте. Желаю всем вам удачи, благополучия. Увидимся на следующих уроках. До свидания. Здравствуйте, дорогие семиклассники. Ребята, на сегодняшнем уроке мы с вами обобщим те знания, которые мы получили в течение последнего месяца. У нас сегодня обобщающие задания и проверь себя. Ребята, внимание на доску. Выполним первое задание. Прочитаем его. При каком значении х, значение функции у от х, равное 3 минус 4х квадрат, будет равно минус 13. Ребятки, нам необходимо определить х, при котором у от х у нас равно минус 13. Давайте запишем наше уравнение. Тройку перенесем, ребята, вправо. Получаем минус 4х квадрат равно минусу 16. Отсюда х квадрат равно минус 16 поделить на минус 4. Это у нас есть 4. Х квадрат равно 4. Соответственно, ребята, х это либо 2, либо минус 2. Ребята, у нас получилось 2 корня. Значит, при х, равное 2, и х, равное минус 2, значение нашей функции, ребята, равно минусу 13. Выполним, ребята, следующее задание. Прочитаем. Постройте график функции у, равное 3х минус 4. Ребята, если нам дана функция и требуется подстроить график, необходимо взять нам хотя бы две точки, чтобы получить значение соответствующих координат. Это уравнение прямой, ребята. Здесь угловой коэффициент равен 3, а b равно минусу 4. Давайте вместо х возьмем произвольные значения, так как х у нас независимая переменная. Пусть х у нас 0. Если х у нас 0, ребятки, значение у равно минусу 4. И давайте вместо х, например, возьмем 2. При х, равное 2, 3х2, 6, 6 минус 4, это у нас 2. Давайте построим эти две точки. 0 минус 4. 0 минус 4. Вот наша первая точка. И вторая точка 2, 2, ребята. х у нас 2, у нас тоже 2. С помощью линейки, ребята, соединяйте эти две точки. Полученная линия – это у нас график данной линейной функции, ребята. А теперь, ребятки, выполним следующее задание. На основе представленных графиков, ребята, обратите внимание, нам необходимо определить знак коэффициента k. Ребята, как вы видите, у нас y равно kx плюс b, это у нас график прямой. Посмотрите на первый график, ребята. Потому как наша прямая образует с положительным направлением оси х острый угол. Обратите внимание, это у нас альфа. Обратите, что это у нас меньше, чем 90 градусов. Так как альфа у нас острый угол, значит, мы делаем вывод, что наше k – это положительное число. k больше 0, ребята. Однако обратите внимание на второй график. Наш график образует с положительным направлением оси х, ребята, тупой угол. То есть альфа больше, чем 90. Соответственно, ребята, наше k – отрицательное число. А теперь, ребята, прочитаем следующее задание. График уравнений 5х минус 6у равно 23 проходит через точку с координатами минус а 3а. Определите значения х и у. Ребятки, так как точка а проходит через вот эту вот функцию, соответственно, мы говорим, что координаты точки а удовлетворяют нашему уравнению, то есть нашему уравнению прямой. Давайте подставим вместо ха, то есть получаем 5 умножить на минус а – это минус 5а, минус 6 умножить на у, то есть на 3а, это получается 18а. Это все равняется 23, ребята. Минус 5а минус 18а – это есть минус 23а, равно 23. Соответственно, ребята, а равняется 23 поделить на минус 23 минус 1. Так как а, ребята, у нас минус 1, соответственно, точка а имеет координаты 1 и минус 3. Рассмотрим, ребятки, следующее задание. Внешний угол треугольника равен 120 градусов. Отношение несмежных ему внутренних углов равно 10 к 14. Определите углы треугольника. Ребятки, пусть нам дан треугольник. Пусть это у нас внешний угол этого треугольника, тут 120 градусов. А внутренние углы, несмежные с ними, относятся как к 10 к 14. Ребята, мы можем здесь сократить на 2, это отношение. Получим 5 к 7. И давайте напишем, несмежные с углом 120 градусов, это вот этот угол, пусть он будет 5х, а этот угол, ребятки, пусть он будет 7х. Мы с вами, ребята, знаем теорему, что внешний угол треугольника равен сумме двух других, несмежных с ним. Поэтому мы с вами можем записать следующее равенство, что 5х плюс 7х равно 120. Отсюда, ребята, 12х, это у нас 120. Ну и, соответственно, х равен у нас 10. Если х у нас 10, ребятки, тогда вот этот угол у нас 50 градусов. Соответственно, этот угол у нас 70 градусов. А этот угол, ребята, вот внутренний угол, получается у нас сумма внутреннего и внешнего смежного с ним угла есть 180. Здесь у нас 60 градусов, ребята. Внимание на доску, ребята. Следующее задание. Решите систему линейных уравнений способом сложения. Обратите внимание, ребята, на данную систему. Здесь у нас коэффициенты при х, это 5 и минус 7, а коэффициенты при у 3 и минус 4. Чтобы решить данную систему методом сложения, нам необходимо, чтобы коэффициенты либо при х, либо при у оказались противоположными. Легче будет, ребята, первое уравнение умножить на 4, а второе уравнение давайте умножим с вами на 3. Что мы получим, ребятки? 5х умножить на 4, это 20х, плюс 3у умножить на 4, это 12у, равняется минус 14 умножить на 4, ребятки, это у нас 56. Нижнее уравнение умножаем на 3, это минус 21х, минус 12у, равно минусу 15. Вот, ребята, мы с вами получили, что коэффициенты при у у нас противоположные. Давайте сложим эти два уравнения. Что мы получаем? 20х прибавить минус 21х, это минус х, равно плюс 12у и минус 12у в сумме нам даст 0, и минус 56 прибавить минус 15, это у нас получается минус 71, ребята. Вот. Минус х равен минусу 71, соответственно, х у нас равен 71. Зная х, ребята, мы можем подставить значение х в любое из заданных уравнений и найти у. Давайте подставим это, ребята, в верхнее, в первое уравнение. Что мы получаем? 5 умножить на х, то есть на 71, прибавить 3у, равняется минусу 14. 5 умножить на 71, ребята, это 355, плюс 3у равно минусу 14. Соответственно, ребята, 3у равняется минус 14 минус 355, ребята, мы с вами получаем минус 369. И у равняется минус 369 поделить на 3, это минус 123. Значит, значение у, ребята, это минус 123. Значит, наш ответ, ребята, это пара 71 и минус 123. Система решена, ребята. А теперь, ребятки, решим следующую задачу. Внимание на доску, прочитаем ее. В двух корзинах 25 килограмм яблок. Если с первой корзины возьму 3,5 килограмм яблок, то во второй корзине окажется яблок на 5 килограмм больше, чем в первой корзине. Сколько килограмм яблок в каждой корзине было изначально? Положим, ребята, что в первой корзине у нас х килограмм яблок, а во второй корзине у нас у килограмм яблок. Мы с вами понимаем, что в двух корзинах всего 25 килограмм яблок. И давайте мы запишем это как первое уравнение х плюс у равно 25. Следующий этап, ребята, если из первой корзины возьму 3,5 килограмм, то есть из х отнять 3,5 килограмм, то во второй корзине окажется на 5 килограмм больше, ребята. Чтобы у нас сравнялись, ребята, эти значения, давайте в корзине, где оказалось меньше, добавим 5 килограмм, чтобы оказалось равной второй корзине, ребята, то есть у. А теперь, ребятки, упростим данное уравнение. Получаем х плюс у равно 25, х плюс 1,5 равно у. Это, ребята, также можно записать следующим образом данную систему. То есть первое уравнение я оставлю без изменений, а второе уравнение, ребята, перенесем у влево. Получаем х минус у равно минус 1,5. Что мы получили, ребята? Коэффициенты при у у нас противоположные. Если мы сложим эти два уравнения, что мы получаем? 2х равняется, плюс у и минус у в сумме нам даст 0, 25 прибавить минус 1,5, это получаем 23,5, ребята. Теперь, чтобы определить х, мы должны 23,5 поделить на 2. Это получаем, ребята, 11,75. А теперь, ребятки, зная х, мы можем также определить наш у. Давайте подставим х наше первое уравнение. Что мы получаем? 11,75 прибавить у равно 25. Отсюда, ребятки, чтобы определить у, 25 целых отнимаем 11,75. у равняется 13,25 килограмм. Ребятки, заметьте, что 11,75 килограмм – это у нас было изначально в первой корзине яблок, а во второй корзине у нас было 13,25 килограмм яблок, ребята. А теперь, ребятки, выполним следующее задание. Прочитаем его. Учащий задумал произвольное двузначное число, состоящее из одинаковых цифр. Найдите вероятность того, что это число нечетное, ребята. Давайте выпишем всевозможные двузначные числа, в которых повторяются цифры. Назовем это омега. Получается у нас это 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 и 99. Это, ребята, множество двузначных чисел, которые состоят из одинаковых цифр. Как вы можете наблюдать, ребята, у нас всего таких 9 чисел. Спрашиваются, найдите вероятность того, что это число нечетное. Давайте выберем, ребята, вот среди этого множества нечетные числа. Это у нас 11, 33, 55, 77 и 99. А теперь, ребятки, как вы можете наблюдать, всего у нас здесь 5 благоприятных исходов. 11, 33, 55, 77, 99. Чтобы не найти, ребята, вероятность того, что окажется число у нас нечетное, равно вероятность того, что произойдет событие А, количество благоприятных исходов, делим на количество возможных исходов, то есть на 9. Получается, ребята, наша вероятность равна 5,9. А теперь, ребятки, обратите внимание на данные чертежи. На чертежах, ребята, нам изображены прямоугольные треугольники, и нам необходимо найти значение неизвестных переменных. Обратите внимание, у нас прямоугольный треугольник с острым углом 30 градусов и с катетом 17. Нам необходимо определить, ребята, гипотенузу. Мы с вами, ребятки, знаем, что сторона, лежащая против 30 градусов, есть половина гипотенузы. Соответственно, наша гипотенуза, ребята, будет в 2 раза больше данного катета. То есть х равняется 17 умножить на 2. Это у нас есть 34, ребята. Обратите внимание на следующий чертеж. Дан прямоугольный треугольник с острым углом 60 градусов. Гипотенуза у нас 56. Так как, ребята, один из углов прямоугольного треугольника 60, соответственно, другой угол, ребят, должен быть 30 градусов. Если это у нас 30 градусов, соответственно, сторона, которая лежит против угла в 30 градусов, есть половина гипотенузы. Значит, чтобы определить х, мы должны гипотенузу, то есть 56, поделить пополам. Получаем 28, ребята, наш катет. А теперь обратите внимание на следующий чертеж. Ребята, у нас углы острые, это х и у, и нам дали, что один катет 24, гипотенуза 48. Если вы обратите внимание, ребята, наша гипотенуза 48, она в 2 раза больше катета, то есть 24. Это говорит о том, что вот этот катет, он находится против угла в 30 градусов. Соответственно, наш х это 30 градусов, а у, ребята, это 60 градусов. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. Это был, ребятки, у нас последний урок за этот учебный год. Вы отправляетесь на летние каникулы. Ребята, я всем вам желаю крепкого здоровья и удачи. Не забывайте, ребята, повторять пройденный материал. Пользуйтесь интернет-ресурсами и подручными сборниками, которые у вас имеются. До свидания, до новых встреч. Увидимся с вами в следующем учебном году. Удачи, ребята!